Ну, как оказалось, потом еще раз продублировал тесто, оказалось, что я, наконец-то, как говорят немцы, endlich заболел. Ну, не знаю, если завтра-послезавтра останется так же, есть температура небольшая. Ну, то есть, к чему я это рассказывал? Для того, чтобы, ну, извиниться за, прежде всего, за то, что я сижу в клубе, за то, что постоянно буду пользоваться этими разовыми полотенцами. Ну, и то, что буду, извините меня, вынужден буду качлять. Но, чтобы это все объяснить, я вас ставлю в известность, что это первый раз все эти два-три года миновала Ча-Шоссия. Сейчас, к сожалению, вот, ну, наконец-то заболел. Значит, тема сегодняшнего разговора – новости о Тумсе. О Тумсо, не Тумсе, а Тумсо Абдрахманове и о его брате Мухаммаде Абдрахманове. Два молодых парня, два активных, деятельных, патриотически настроенных, решительных парня. И вот уже, ну, я вчера впервые это увидел в интернете. Ну, так, знаете, как такую желтую новость, когда пишут, что, ну, пользователи соцсетей скептически отнеслись к тому, к тому. Ну, факт обстоит таким образом. Последний раз Тумсо был на связи, ну, был в эфире, был в доступе, если я не ошибаюсь, 30 ноября. С 1 декабря, сегодня уже 5 число, это уже 5 дней, никто не может с ним связаться. Нету такой явной, подтверждающей информации, нет, однако, и опровергающей информации. Ну, самое, ну, пусть Аллах убережет, есть даже версия, что оба погибли, и другая версия, что группой киллеров был расстрелян Тумсо Абдрахманов. Вы знаете, я, ну, что мы можем сейчас говорить, что мы можем сказать, ну, там один пентюх пишет, начался хайп. Я, ну, сказал бы, что желаю такого хайпа вечного, неприходящего хайпа. Я сказал бы, что я желаю, но мне, во-первых, воспитание не помогает, не помогает религиозное воспитание, не помогает светское воспитание, не помогает горское воспитание, не помогает, то есть не позволяет человеческое воспитание. Все эти табу для меня вот стоят восклицательным знаком. И какая-то там, знаете, несуразица, без имени, безо всего пишет, начался хайп. Алло, сколько у меня просмотров? Сколько было в начале, когда я серьезно относился, извините меня, к этому делу? Ну, минимально были десятки, многие десятки тысяч. Максимально там, ну, 600 тысяч, 500 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч просмотров. Ну, я думаю, ни один нормальный, достойный кавказец не станет такое дерьмо писать. Товарищ может, товарищи писали доносы. Уважаемый товарищ прокурор, такой-то, такой-то ночью молился, такой-то, такой-то ловит хайп. Какая разница? Ну, однако, оставим это. Просто, что я хочу сказать? Дай Аллах, о Аллах, о всемогущий Аллах, я тебя молю от чистого сердца. Пусть вот эта новость, которая уже, ну, пятый день, да, все-таки циркулирует, как говорят, хочется надеяться, но, как говорят, не бывает дыма без огня. Пусть Аллах смилостивится над этими двумя молодыми людьми и над теми, кто их слушает, кто к ним прислушивается. И пусть это окажется неправдой. О Аллах, аминь я Аллах, аминь я Аллах, аминь я Аллах. Пусть это окажется неправдой. Пусть и Тумсо, и этот, ну, благородного вида, особенно вот этот Мухаммад, да, он такой сдержанный и так далее, и так далее. Ну, у него действительно очень благородный вид у этого парнишки. Такой цепловолосый, цеплобородый, цеплокожий. Пусть Аллах убережет. Это же несчастье для всех нас, если погибнет Тумсо или погибнут два брата Абдурахмановых. И уже не важно, уже не принципиально, что случилось и как это случилось, если это, пусть Аллах убережет, случилось. Так вот, я хочу сказать вам такую вещь. Я, ну, по определенным, скажем так, не очень важным причинам, я, ну, у меня, ну, я не был фанатом Тумсо, ну, потому что если я сейчас скажу, о, я его так безумно любил, я так его слушал, заслушивался. Нет, это будет неправда. Когда он только появился, мне было интересно, я помню, он на ходу говорил, вот, телефон был перед ним, и так он, по-моему, в гору шел или что-то, ну, в Польше, вроде не помню. Вот, я подумал, ну, я тоже только начинал тогда, нашего толку прибыло. Ну, а потом, в общем-то, ну, это, знаете, такое дело, насильно мил не будешь, и мы не должны быть милыми друг другу, да, в угоду друг другу. Ну, я не был, никогда я не был его фанатом, но я никогда открыто его не обвинял, ни в членстве в таком-то, ну, были у меня все это есть на моем канале, высказывания по этому поводу, но я никогда, я знал, что это может оказаться грехом, это оказаться неправдой. Конечно, начальник почты какой-то там Васюков, конечно же, он агент, это я и сейчас утверждаюсь, был тогда уверен, а все остальное, я никогда не говорил, алхамду люля, алхамду люля, алхамду люля, потому что Бог миловал меня, Аллах миловал меня, да, как бы я себя сейчас чувствовал. Вы знаете, никак не дойду до главной своей мысли, до главного того, что я хочу вам сказать. Я не представлял, улаве, я не представлял, что это так больно и горько я восприму эту новость, что так больно и горько восприму эту новость, что я так близко к сердцу восприму новость, еще не подтвержденную, да, ну, мы надеемся, что это неправда, но клянусь Аллахом, вот как будто, ну, если я представляю, что Тунсо покинул эту временную дунья, то его будет не хватать, его будет не хватать многим и многим, и это большая потеря, не просто ушел молодой парень, который должен был еще нарожать детей, там нянчить внуков и так далее, и так далее, нет. Сколько людям он открывал или пытался открыть глаза? И это такая потеря для вот этих тысяч и тысяч молодых, взрослых, которые находили в этом, знаете, душевное отдохновение, душевный покой. Вот плохо, да, ну, допустим, где-нибудь в Чечне, где-нибудь в Дагестане, где-нибудь в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, вот тошно молодому парню, тошно молодому человеку, вот ему и жить хочется, да, и не хочется вот этой дерьмовой стране прожигать свою, прожигать именно вот в таком смысле бездарно проводить свою жизнь. И, безусловно, многие молодые и немолодые парни, мужчины, женщины, девушки находили именно душевное отдохновение. Я надеюсь, что вот эти 30-40 человек, которые являются моими обязательными зрителями, которые из раза в раз болтаю я там без настроения, или бываю я в ударе, или мямлю что-то, но они всегда со мной. Они у меня в гостях, и они самые дорогие моему сердцу люди. Они ничуть не дальше моих родных, ничуть не дальше членов моей семьи. Но у Тумсота был другой размах, была другая аудитория. Я призываю, я предупреждаю, я предостерегаю. Я, ну, когда вот планируется, как это, эфир, и там пишутся комментарии еще в запланированном эфире, то через определенное время эти комментарии исчезают. Из чата не исчезают, из-под того, когда уже будет опубликован этот эфир, не исчезают. А вот в объявленном виде, когда, да, вот вроде как чат, оттуда исчезают. Так вот, к сожалению, ну, я не буду говорить, ну, никаких персональных данных я и не знаю, но, может быть, провокатор, а может быть, кто-то ингуш, ну, написал, почему там на заднем фоне разместили ингушские башни, разместили вот Тумсойские или башни Тумсой, он был врагом ингушского народа и так далее, и так далее. Знаете, ну, вот это, и еще я хочу обратиться к братьям-дагестанцам, да, все мы люди, сколько ошибок я делаю каждый день, каждый час. Вот сегодня, пока я говорил с вами, я совершил, естественно, допустил, естественно, неимоверное количество ошибок. Может быть, не таких, знаете, оскорбительных для кого-то, да, может быть, не таких предосудительных, но и тем не менее ошибок. Все мы люди, все мы человеки. Ну, у карачаевцев есть выражение, но я уверен, у многих это есть. У лошади четыре ноги, и то она спотыкается о четырех ногах у коня. Так вот, каждый из нас может ошибаться. Конечно, именно вот это я не разделял, то, что Тунсо, ну, вот, имея такую большую аудиторию, ну, вот, допускал какие-то высказывания, которые могли кого-то задеть. И задеть, в общем-то, несправедливо, не по делу. Ну, если кто-то гад, если это так называемый дикдон-дингдон Кадыров, если он гад, то никакие оскорбительные слова и выражения в его адрес не могут быть предосудительными. Ну, а надо щадить чувства целых групп людей, это в любом случае. Ну, я, ну, этого не вернешь, это и не надо с этим ничего делать. Ну, и что? Ну, и что? Но если поставить на весы дела, как Всевышний будет нас судить? Ведь наверняка нету среди нас ни одного, не наверняка, а сто процентов, нету ни одного, который на сторону чашов, где грехи, чашов, говорю, весов, где чаша грехов, что там будет пусто. Конечно же, нет. Мы один, у нас укорачивается, есть бархаирда и тихота. Ну, одна польза, два вреда. Да, ну, у нас именно так и обстоит. Но вы подумайте, мои уважаемые братья, вы подумайте, мои уважаемые сестры. Да, это не надо было делать, и мне не надо было многих вещей делать, и тебе не надо было писать этот комментарий. Алгамду и Лилля, он чёртся бесследно. Но при чём тут твои башни? Ну, это была претензия как бы ко мне, но это мой канал. Что, может быть, за это ещё плата полагается? Во-первых, там в открытом доступе в интернете я нашёл, и там никаких незамков, никаких прав, что Мухаммад такой-то имеет авторские права на это изображение. Там абсолютно не было. Я почитал, что эти два парня, эти два брата на фоне этих гор, этих скал, этой величественной природы, в первую очередь. Потом уже, там, кстати, эти башни едва видны. Ну, то есть, Мухаммад их закрывает, а вот эта громадина каменная меня привлекла. Это скала, это гора. Я сначала хотел наш, Карачаева, Балкара, Черкеса, Кабардино, Абазина, Ногайский, Эльбрус поставить сначала. Ну, потом думаю, там же не менее величественные горы. И набрал горы Чечена-Ингушетии или Войнации, ну, что-то так. Вот вышли, ну, я быстро их поставил. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, когда мы предстанем перед Аллахом, чем ты сможешь аргументировать вот эти харамные слова? Да, он являлся врагом ингушского народа. Допустим, у ингушского народа, или у дагестанского, или у любого другого народа, или у чеченского народа, никогда не будет врага страшнее Тумсу Абдрахманова или Мухаммада Абдрахманова. Почему мы не боимся Аллаха? Мы, знаете, полный рот с арабским акцентом говорим про Аллаха, а с другой стороны, попираем, наплевательски относимся к этим заповедям Всевышнего, к Его законам, к тому, что нам заповедовано. Я не понимаю. Еще раз, я не ожидал, клянусь Аллахом, что, ну, еще раз говорю, что возможное убийство, возможная смерть Тумсо так сильно меня расстроит, так сильно причинит такое большое горе. Но из всякого дела мы должны извлекать пользу для себя. Для себя. Ну, во-первых, знаете, там умничают, говорят, что, ну, о том, что человек умер, должны сообщать члены семьи, понятное дело, понятное дело. Но Тумсо уже не просто человек этого тейпа, или этой фамилии, или этой семьи, нет. Он политик, он общественный, публичный человек, так же, как и Мухаммад. И поэтому, естественно, каждому человеку есть дело. Каждому человеку есть дело. Наверное, есть такие, как этот Крендель написал, те, кто ловят хайп, хайп. Но я убежден, что подавляющее большинство именно отреагировало сердцем. То есть, возможно, кто-то радостно, с облегчением, какая-нибудь кадыровская вонючая рожа, или прихвостин кадыровский, еще более вонючий. Или кто-то, который считал Тумсо врагом того-то, или врагом этого-то. Наверное, кто-то с облегчением вздохнул. Но я убежден, он лаги, я не хочу в это верить, я с седой головой, с седой бородой. Я не хочу, я не хочу в таком мире жить. Я не хочу, чтобы правда была такова, что так называемый благородный кавказский народ, что так называемые благородные кавказцы бы пали настолько низко, настолько низко и настолько, знаете, уподобились худшим, худшим. Не буду сегодня из-за уважения к нашей теме, не буду называть ни имени, ничего. Это же подобие, это не войнарские законы, так говорят. Это не Крачаево-Балкарские, не Адыгские, не Дагестанские, не Нагайские, не Абазинские, никакие. Это именно только у одного подлейшего скопища есть такое. Умерший всегда козел. Тот, кто ушел, тот всегда козел. Сталину вылизывали не только пятки, а все возможное пространство и невозможное тоже. И как он умер, Сталин, ну, там, культ личности и так далее. Теперь вспоминают Сталин над добрым словом, потому что Путин, их теперешний кумир, ну, не скрывает того, что он хочет походить на Сталина, на тирана, на кровососа, на кровопийцу, на палача народов Сталина. Был Хрущев, вылизывали ему каждую бородавку, он был, ну, я так представляю, его лысый и с бородавками. Умер и все. И вот поливают грязью. То же самое Брежнев, то же самое Горбачев, то же самое будет с Путиным, с Ельциным было то же самое. Ну, назовите хоть одну фамилию, которую они с благосклонностью или, не говорю же, благоговением вспоминают. Ивана Грозного? Ну, везде висят картины, как Иван Грозный убил, собственно, убивает собственного сына. Ну, или это цифилитик Петр Первый. Кто? Кто? Или Владимир Ильич Рябой. Поэтому мне очень жаль, мне очень жаль. Знаете, я все, ну, не хочется называть горькие вещи горькими названиями, горькими именами. Называть подлые явления некрасивыми названиями. Но насколько мы опустились. Я не говорю все. Но многие и многие, все эти мелкопищущие, мелкотравчатые, дешевенькие, злопыхательщики, чем вы лучше, чем вы лучше последнего в аске? Чем? Ничем. Абсолютно ничем. Знаете, я задам вопрос. Пусть Аллах меня простит, что говорю о своей сердечной боли, неожиданной сердечной боли, да, из-за, ну, возможной гибели Тунсот. Тунсот, ну, все-таки, позвольте сказать вам, позвольте вас вразумить хоть немножко, у кого есть хоть капля соображения вот здесь. Какая гулящая лучше русская, вот если у тебя нет другого выбора? Ты женишься, вот больше другого нету. Ну, приказ, повеление Всевышнего Аллаха, например, да, или тебе надо все-таки детей иметь и так далее. Вот жениться на испорченной горянке, легаль, Чеченка, Дагестанка, Карачаевка, Чеченка, кто угодно, скажем, на той пресловутой эскортнице горянки или эскортнице русской. Вообще, вне всякого сомнения, конечно же, конечно же, конечно же, ну, для великого старшего брата, сестры и так далее, да, для этого народа, ну, это не такой большой грех. Блуд. Блуд не такой большой грех. Зина не такой большой грех. Супружеская неверность не такой большой грех. до замужества менять там Ваську, Петьку, Серенку не такой большой грех. Так вот, вероятность того, что вот эта Машка станет хорошей преданной женой и хорошей хозяйкой и будет воспитывать своих детей в своих традициях, но в принципе в такой морали, ну или морали, ну не совсем кавычка, ну не подходящей нам, но подходящей им морали. Но если Карачаевка или другая, если она падшая, то там очень мало шансов, что она не продолжит это дело. Очень мало шансов. Да, бывает всякое. Поэтому падший, превратившийся в быдляка кавказец, превратившийся в мужичка, в мужланчика, в Ваську, в Петьку, в Сидора кавказец гораздо ниже на этой лестнице опущенности, чем скажем тот же настоящий по рождению Вася, по рождению Федя и так далее. Это факт. Но чем отличаются вот эти злопыхательщики? Абсолютно немощные, абсолютно ничего не могущие ни сказать, ни написать. Вот смотрите, я говорю, я говорю очень часто экспрессивно. Да, обижаются на меня, разлетаются от меня, то сторонники Тумсо покинули, огорчили меня, и я чуть на себя руки не наложил, да? То потом эти другого этого блогера и так далее, и так далее. Это что такое? Это что такое? Это что за немощность? Почему вы вот здесь аргументированно мне не скажете, вот это, и это, и это, и это вот так, с открытым забралом? Недавно один так называемый карачаевец, ну, наверное, он по происхождению карачаевец, наверное, неплохого происхождения, но он стал переходить на личности. Это в карачаевском СДН-понимании это самое низкое падение с закрытым лицом Адам Адамович и собирает то, что сорока на хвосте носит. Так где же ты, мой дорогой? Давай открыто подискутируем, давай устроим диспут, в Аллахе, билляхе, ты будешь ведущим, любой из вас, будь ты чеченец, будь ты адыг, приглашаю этого, как его, внука, того, кто кровавого русского генерала за 15 сребреников, даже не за 30, за 15 сребреников отвел на белоснежную, невинную, снежную вершину Эльбруса. Давай, давай, ну, Хаширов, которого фамилия, давай, давай, схлестнемся, давай, ты назначишь время, хочешь, две минуты, будет продолжаться, вот помните, как к барьеру, хочешь, по одной минуте, дашь мне минуту и сначала сам поплюешь в мою сторону, а потом половишь то, что я скажу, или по 5 минут, или по 1,5 часа, или вот мои зрители подтвердят это по 4 часа. Я в свое время, ну, кстати, не только я, еще вот, Ямулад Сулейманов, именно, ну, одинаково мы сказали, я не говорю, он первый сказал, или я первый сказал, ну, когда, вот, о ком мы сегодня говорим, к сожалению, ну, это ничего страшного там не было, он просто так, ну, помолодость сказал, что, скажите мне, кто это так делает, и я его, короче, под орех, щелкнула, я официально заявлял, я говорил, не сможешь, не сможешь, так не бывает, на самого сильного находится еще сильнее, на самого языкатого находится еще более языкатый, на самого, того, кто умеет дискутировать, находится другой, это не то, что там в кругу, я сейчас имею ввиду, глянусь Аллахом, вообще, не про Тунцов, он был действительно мастером, действительным мастером, он на лопатки клал практически всех своих противников, я удивлялся, я был морально на стороне некоторых его противников, ну, идеологических противников, да, ну, не тех этих кадыровских, прихвостных, и кадыровского этого самого осла, главосла, нет, а я имею ввиду здешних, ну, они мне были ближе, но он их действительно клал на лопатки, действительно клал на лопатки, а, ну, хорошо, хорошо, если Тунцов говорил это, Или Джамбулат Сулейманов говорил, который можете сказать, можете посмотреть открыто вот так вот, в смысле, я имею ввиду в камеру, без всякого мандража духовного, душевного. Но куда лезут остальные? Это что такое? Лишь бы нагадить, лишь бы навонять, лишь бы уподобиться братьям нашим старшим. Мне очень жаль, мне очень жаль, что, знаете, если Тумсо действительно погиб, пусть Аллах смилостивится над ним, пусть, естественно, у каждого человека есть грехи, я надеюсь, что он был искренен на этом пути, Тумсо, я надеюсь. Если это так, пусть Аллах смилостивится над ним и пусть дарует ему награду, потому что он приложил много сил, много труда и уж тем более заплатил самую высокую, если он погиб, заплатил самую высокую из всех существующих стоимости, цену, самую высокую цену. То есть это выше, чем 100 миллиардов или 200 миллиардов какого-то там Илона Маска и так далее, и так далее. Это дороже всех денег на свете, это единственная собственная жизнь. И он, если это так, он отдал самое дорогое, мы должны искренне о нем горевать, как горевать о каждом невинно убиенном, потому что ничего такого, Тумсо, я могу это, знаете, ну перед Аллахом я не могу это покляться именем Аллаха, но я могу покляться в том, что мое внутреннее убеждение таково, что Тумсо не заслуживал, он не был ни предателем, он не был ни стукачом, ни доносчиком, ни врагом какого-нибудь народа или какого-нибудь человека. Я думаю, что он именно погиб на пути подвига, он погиб, совершая подвиг. Если он погиб, я очень надеюсь, что он не погиб, однако, ну вот, где это сейчас я вам прочитаю, потому что я удивляюсь, знаете, там, ну, радио Свобода, еще кто-то ссылаются на АДАТ, что это в начале АДАТ канал сообщил об этом, потом я читаю в другом месте, я не знаю, то ли эти АДАТовцы врут, я не думаю, то ли те, кто пересказывают, врут, ну, по-моему, в Кавказском узле я читаю, что представители этого телеграм-канала АДАТ сказали, что это не похоже на то, что он погиб и так далее, и вот теперь передо мной, именно со значком АДАТ, именно телеграм, фотография Тумсо и датирована, датирована 10 минут четвертого, то есть, ну, под утро сегодня, то есть, меньше суток, 161 тысяча просмотров, и вот я вам просто прочитаю, вы, наверное, читали, но и тем не менее. Относительно последних событий по поводу Тумсо Адрахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо, ну, вот это, знаете, стремление в величие расследования. В первое время никак не могли поверить случившееся, но на данном этапе, я абсолютно это разделяю, но на данном этапе, одну секунду, мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточной информации, подтверждающей его гибель, а его брат Мухаммад был скрыт спецслужбами. Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов. Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, и на данный момент выясняются детали убийства. Мы глубоко опечалены, я разделяю эту печаль данной новостью и приносим соболезнования, присоединяюсь близким Тумсу Абдрахманова, пусть Аллах простит ему его грехи, я говорю от чистого сердца, амин. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему мы вернемся. Адат, телеграм-канал, и декабрь, 5 число, 3.10 утра. На это ссылается и Deutsche Welle, я взял это из Deutsche Welle, из немецкой волны, вот. Ну и это есть вот в оригинале тоже. Поэтому давайте будем достойны таких людей, как Тумсу Абдрахманов. И клянусь, если кто-то, кто-то, кто бы он ни был, клянусь, будет говорить плохое уже, если это правда, что Тумсо погиб, если хоть слово плохое скажет про Тумсо, то я заранее говорю, что он очень большой грех берет на душу. Очень большой грех берет на душу. Даже если все эти инсинуации, я считаю, что это инсинуации, то есть измышления такие, высосанные из пальца, ерунда не стоящая ничего, да, вот это взаимные обвинения. Даже если это окажется сегодня правдой, то живя в благословенной Европе, в благополучной Швеции, находясь под защитой шведского государства, шведского народа, шведского короля, пережив уже одно покушение, проявив себя там, как настоящий герой, боец, аж неправдоподобно, насколько он героически себя там повел, да, он отдал самое дорогое, что у него было. Даже если он каким-то боком в чем-то или перед чем-то, или перед чем-то виноват. Но своей деятельностью, да, как и все мы, он тоже допускал ошибки. Да, идеальных людей нет и не бывает, и не должно быть. Но он делал огромный объем работы, и он совершал подвиг. То, что он совершал подвиг, подтверждает его, если это правда, гибель. Все, здесь пятого нету. Почему мы все живем живы-здоровы, а его убили? Значит, он был более опасен. Значит, он представлял большую опасность, чем все мы, разбросанные по всей Европе, за которыми, за нами, якобы охотятся, там, и объявили войну, объявили меч и так далее, и так далее. Но почему погиб Анзор из Вены? Почему погиб Мансур Старый? Почему, если это правда, теперь погиб Тумсор? Потому что? Потому что так угодно было Всевышнему Аллаху Субхану Атахалу. Свят он и велик, да, я сказал. И потому что эти люди, вот эти трое, по крайней мере, шли на верную смерть. Значит, мы где-то более бережно относимся к себе любимым. Значит, мы более соблюдаем меры безопасности. Значит, вот его фотография вот здесь передо мной, по правую руку от меня, Тумсор. Значит, он был более геройский парень, чем я. Конечно же, для всех, наверное, было бы лучше, если бы погиб я. Ну, я гораздо, гораздо старше его. Ему всего, по-моему, 36 лет. Вся жизнь впереди. Поэтому, знаете, Тумсор свое получит. Иншаллах. Тумсор, если он погиб действительно, он получит свою награду. Но бойтесь вы, кто откроет рот, кто нажмет одну клавишу несправедливости. Он отдал самое дорогое, что может быть у человека. Он отдал собственную жизнь. Он отдал собственную кровь до последней капли. Он проявил героизм. И не те, то есть я, в том числе, старики, и не те молодые, которые хорохоримся. Знаете, меня, да, меня тоже вот приходят мне извещения, что такое видео, Роскомнадзор, что делал, заблокировал или почитал террористическим, вот несколько видео про Духара Дудаева и так далее, и так далее. И что? И что? Это повод для меня говорить, о, какой я крутой, меня занесли в черный список. Да это коню ясно, что каждого, кто говорит хотя бы слово против этой мерзости, этой путинской, этой кадыровской, этой русской, русистской мерзости, Карфаген должен, КФ, РФ, Аген должен быть разрушен. И это, если погиб Умсо Абдурахманов, то это еще один гвоздь в крышку гроба, инша Аллах, КФ, Агена, который должен быть разрушен. Это, знаете, малая часть моего сегодняшнего желания, извините меня, да, все-таки, не зря, коронавирус, это, ну, достаточно опасная болезнь, да. Но все мы, это, но я посчитал, что я обязан отреагироваться, и там какая-то, какая-то Вася пишет, что, а, хайп пошел, или хайп ловят, ну, я его закрепил, пусть там стоит. Вот, вот, малая часть, малая цель была, ну, передать мое, ну, то, что я чувствую, почувствовал, вот, в сердце, когда это прочитал. Мне действительно стало горько, мне действительно стало тяжко, мне действительно стало грустно, мне действительно стало печально, хотя я ни в коей мере не являлся фанатом Тумсо Абдурахманова. Не в коей мере. Многие, 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 многие вещи, я смотрел на них по-другому. Я был более космополитом, в таком общекавказском смысле, большим космополитом, я не принимал никаких ни этих, как их называется, ни навальных, ни чавальных, ну и так далее, и так далее. Но то, что это был великолепный боец, то, что это был отважный человек, то, что это был хороший полемист, это не отнять, не убавить. Он был воплощением чеченского, кавказского, горского воина, джигита. Он был, и он таковым останется, иншаллах, в нашей памяти, если он погиб. А если он жив, конечно, ну, я надеюсь, что никакой там постановы и так далее, и так далее, ну, а то я это предвижу, что вот эти все, знаете, правдоискатели, которые гораздо каждого обвинять в агентстве, он агент того, он агент этого, он агент того. Ну, знаете, здесь такие могут быть конспирологические дебри, что это он специально, сделали по заданию, и так далее, и так далее. Ну, ради Аллаха, не опускайтесь, не опускайтесь, иначе придется отвечать. Отвечать так, как будто вы тоже погибли в его гибели. Я прошу Всевышнего Аллаха, если все так, как я представляю, да, вот каким я представляю себе Тумсу Абдрахманова, борцом, бойцом, отважным парнем, патриотом своего народа, патриотом вообще, человеческим патриотом, ну, естественно, с некоторыми небольшими ошибками, то я прошу Всевышнего Аллаха, я молю Всевышнего Аллаха, о, Аллах, смилостився над Ним, мы все, мы все, кто это понимаем, мы тебя молим, я Аллах, амин, я Аллах, амин, амин. Вот это, знаете, ну, конечно, что может быть, может быть и так, может быть и по-другому, но мы всегда должны, я думаю, именно иметь такое отношение. И если человек, если ты свое сердце изливаешь перед лицом Всевышнего, то там не должно быть ничего дешевого, ничего такого, о, вот он про мой народ, так сказал, он является врагом моего народа, или твоего народа, или того, или этого, это абсолютно неправда.